Всем привет, с вами Схемов и добро пожаловать в Безумный мир, Battlefield 4 и рубрику Вызов принят! Парочка предыдущих выпусков очень сильно пестрили наличием С4, этот же будет отличаться отсутствием этой взрывчатки, а будет здесь кое-что другое. Ну что ж, поехали! Первое сегодняшнее задание связано с умением поражать цель противотанковой управляемой ракетой, то есть ПТРК, а нужно с помощью этого снаряда ушатать не наземную технику, а воздушную, в данном случае вертолет. И совсем недавно мне это удалось сделать. Да, на подобные поступки способен каждый третий рэмбо в батле, но это мой первый килл подобного характера, и потому я просто обязан был его запечатлеть. Спасибо вам за задание, и продолжим сегодняшний Безум. Во втором задании от меня требуется снести мотоциклистов с РПГ, сидя в вертолете, но это давно уже было, и поэтому я заменил РПГ на ТВ-ракету, а мотоциклистов на квадроциклистов, и получился вот такой очень приятный момент. Вот так я немного изменил концепцию задания, но саму идею не трогал, и думаю, можно поставить заслуженную галочку. Спасибо, Майку, за эту идею, и поехали дальше! Ром, погоди, в пекло совсем не лезь, и резность на тебе. Ты иди, блин! Что это? Спасибо, зачем ты это сделал? Наверное, кто-то уже догадался, что сейчас будет задание, в котором нужно убить противника под порками на карте Операция Метро. Признаться честно, никогда не стремился к выполнению этого задания, и все получилось как-то само собой. Оу, чем это я его? Под порками? Реально, вон даже ачивку дали. Под порками завалил чуваков в первый раз. Вот таким получил самой первый, ну и, собственно, последний килл под порками в метро. И, кстати, сюда также можно добавить похожий тип убийств, заявки на которые, к сожалению, я нигде не увидел, но, тем не менее, ему тут место быть. Это, конечно же, Операция Заперти и очень опасные огненные коридоры. Раз, два, три, троечка, четыре! Вот такие опасные аттракционы есть в нашей любимой батле. Ставим галочку над заданием, и давайте перейдем к экспериментам. Все, уйдите все, трое стоят, трое стоят, чего вы лезете? Вот за человеком в скафандре вставать, все. Данное задание вызвало у меня интерес как никакое другое, потому что я и сам давно задавался этим вопросом. А суть заключается в том, чтобы выяснить, сколько же голов одной пулей может пробить снайперская винтовка. В данном эксперименте мы использовали одну из самых мощных винтовок в батле, СРР-61. Как видите, мы пропустили двоечку, потому что это стопроцентный вариант, и начали сразу с троечки. И пуля с легкостью преодолела все три головы и готова к эксперименту с четвертой. Пуля также с легкостью справилась с четырьмя хедами, и давайте проверим, возьмет ли она пять голов. Как тебя зовут? Салюм, да, понятно. Тебя как зовут? Я? Евген. Евген. А тебя как зовут? Романтик, понял. Тебя как зовут? Рядовой, Лиза. Так, точно. Генерал же ты был. Разжаловали. Санитар с аптечкой стоит. А это кранчик. Все, готов. Блин, выбежал один. Стоишь, ровнясь, мирно отставить, не резко упор лежа, принять. Все, все, стреляю. Хорош, давай, ты готов. Давай уже. Лена, снимаешь? Да. Так, стоп, 10, он явно снимет, он так далеко лежит, это пуля. Не, ну это самая сильная снайперка. Пять человек уже взяла. Офигеть. Пятерочку снайперская винтовка SRR-61 также взяла без проблем. Ну а вот дальше начались различные косяки. Возможно, от того, что головы были расположены неравномерно, возможно, еще по какой-то рандомной причине. Но 6 голов слить мы так и не смогли. Но, тем не менее, пуля может взять больше 5 хедов, так как 7 штук мы все-таки ушатали. Я думаю, можно поднять эту цифру еще выше, если соблюдать все правила. Что ж, спасибо Алексею за это задание. Также спасибо клану XL и нашему взводу Quad за участие в эксперименте. А мы продолжим выполнять ачивки. Еще одно простое задание особой давности есть у меня в запасе. Сейчас мне нужно протаранить вражеский самолет своим самолетом и остаться при этом в живых. Возможно, тот парень и сам хотел меня взять на самоубийственный таран, но я его перехитрил. Ставим галочку и давайте кого-нибудь зарвем. В начале выпуска я говорил, что не будет сегодня киллов с использованием взрывчатки С4. Но я не удержался. Рука дрогнула, я все-таки подорвал одного счисливчика. А само задание звучит так. Убей парашютиста с помощью С4. О да, я это сделал. Несомненно это лаки шот и на самом деле вообще хотел зарвать вертолет а тот чувак был на грани от спасения и выпрыгнув из горящего верта думаю он никак не рассчитывал на такой поворот ушатанно ставим галочку и посмотрим на превосходный киллстрик и наконец наступает мой любимый момент сегодняшнего выпуска и по совместительству мой лучший киллстрик с использованием шотгана собственно именно ради таких моментов я и играю в батлу и те кто хоть раз устраивал подобный разнос прекрасно меня поймут поехали спасибо мир м в сфере я скрыл в 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 это был восьмой выпуск вызов принят! предлагайте новые задания в коментариях к этому видео Но только будьте оригинальны, придумайте действительно интересные задания. Потому что типичные ачивки типа убить пилота, вертолета, самолета и т.д. Уже давно озвучены и они у меня давно записаны. Ставьте лайки, рекомендуйте, друзья, наш проект и вступайте в группу ВКонтакте. Всем душевного фана, всем безумное пика, всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok